В эфире телеканала Север программа актуальной интервью итоги года и сегодня итоги 2020 мы будем подводить с депутатом Государственной Думы Сергеем Коткиным. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Знаю, что вы в Ненецкий округ прибыли с финальной региональной неделей, которая у вас там раз в месяц проходит, насколько я помню. Расскажите, чем занимаетесь предновогодние дни, что уже успели посетить? Это у нас не региональная неделя, у нас начался отпуск. Региональная неделя у нас начнется с 11 января. Ну, конец года, завершение этого года, конечно, хотелось бы быть здесь, в округе, поэтому прилетел сюда буквально 30-31-го обратно. Ну, недели, как правило, очень насыщенные, но предновогодние, безусловно, просто выбиваешься из графика. Много коллективов они приглашают на мероприятия, нельзя собираться вместе, не больше трех, значит, они на улице, несмотря на мороз. Особенно ветераны, елочка, приглашают, поэтому вот и не отказываю, прихожу. Не просто, чтобы там с ними погулять, там хороводы поводить, хотя если хороводы они ведут, так я тоже не откажусь и стороне не буду. А подводим итоги, то, что они пожелания какие давали депутаты государственные, что получилось, что не получилось, почему не получилось. Сейчас очень много встреч вот таких коллективов, в основном, несмотря на морозы, они все вот на улице. Ну, а вот буквально сегодня, сегодня с утра провел прием граждан, это записались по телефонам те, кто вот, ну вот, боль, которую нужно решать. Потом посетил больницу, значит, вручил благодарственные письма депутата Государственной Думы нашим медицинским работникам, подарил им подарки к Новому году, скромные, но от души от себя. И самое главное, сказал добрые слова в адрес наших всех медицинских работников, потому что мне много приходится бывать и по России, и в округе здесь. Ну, это действительно чудеса мужества и героизма проявляют наши медицинские работники. Они валятся с ног практически, теряют сознание на рабочем месте, приходят в себя и опять к больному, и опять к больному. Вот в это трудное время, вот страна, она как-то вот это почувствовалась. Видимо, для нас вот это характерно, такое единение, когда нам всем трудно. Они просто встали и показывают нам всем пример, как нужно, как нужно работать. Наши молодежные коллективы, наши волонтеры, молодежь, вот тоже вот взяли и поддержали наше пожилое, взрослое поколение. Разносят и лекарства, и продукты питания абсолютно безвозмездно. Мощное волонтерское движение создано и в России, и в Нениском автономном округе. Вечером буду встречаться с депутатами Заполярного района в 17 лет. После вот нашей встречи перейду к соседям, переговорим мы со средствами массовой информации округа, с печатными средствами массовой информации. Проехал по магазинам, посмотрел на цены, поскольку мы тут приняли недавно закон, отреагировали на все эти события, которые прошли в Российской Федерации. Хотел, то вообще по магазинам прошел, но люди подходят, спрашивают, задают вопросы. Тоже вот эту ситуацию посмотрел, изучал только сегодня. Вчера в воскресенье вот по коллективам на улице повстречался с людьми. То есть каждый день у меня много таких очень непростых встреч. Завтра встречаюсь с сотрудниками Министерства внутренних дел. Мы приняли закон о полиции, поправки в закон о полиции. Много вопросов, и вообще у них много вопросов. Завтра буду с ними предметно общаться. В окружном собрании надо, и с губернатором еще не удалось встретиться. Только так мы пересеклись где-то с ним. То есть очень насыщенная неделя, дай бог бы все успеть. Ну, на самом деле, как вы уже отметили, год у нас был достаточно сложный, он високосный. И тут он как раз-таки, наверное, подтвердил, да, вот этой пандемией и ценами на нефть. Скажите, пожалуйста, вот знаю, что у вас и в Госдуме, да, работа перевернулась, так скажем, с ног на голову. Но, тем не менее, депутатам за осеннюю сессию удалось принять ряд важных законов. Мы с вами уже не раз говорили о них, но вот на ваш взгляд, как вы считаете, что все-таки стало прорывом осенней сессии? Практически, наверное, большинство парламентов мира ушли на изоляцию, не работают. Мы работаем, мы работаем, причем я скажу, что более напряженно, чем ранее. И у нас ведь очень многие переболели. Я сюда приехал, я проверился, все, сдал анализы, не переживайте, не волнуйтесь, да. Но у нас треть депутатов уже переболела в Государственную Думу, два депутата умерли. И прекращать работу мы не намерены, просто не имея морального права. Почему? Потому что вот есть ориентир, есть на кого ориентироваться, на наших медицинских работников. А у нас практически с колес принимаем федеральное законодательство, поправки в него вносим. Потому что пандемия, по сути дела, заставила нас по-новому жить. Полностью всех перестроиться. И много мы дали сейчас прав на период вот этой форс-мажора, вот этих обстоятельств, правительству полномочий, с тем, чтобы моментально реагировать, дополнительное выделение средств. Вы смотрите, поначалу у нас масок не было. Мы с вами здесь встречали, говорили, масок не было, промышленность не успевала. И вполне естественно, нигде в мире ни одна промышленность сразу не развернется вот так вот, чтобы обеспечить и масками, и лекарствами, и препаратами, и вакцинами. С масками проблем нет. Сейчас с лекарственными препаратами, по сути дела, промышленность перестраивается практически как в военное время. Закрываем сейчас проблему по лекарственным препаратам. Теперь наступают вопросы с вакцинацией, чтобы вакцина быстро пошла. И строительство заводов, и развертывание производства вакцин, она практически идет с колес. И я бывал от Мурманска до Камчатки, несмотря не только здесь в округе, приходится и в других мероприятиях участвовать. И вся страна, вся страна практически работает, несмотря на то, что очень сложно в экономике, падение экономики. Ну, по сравнению с мировыми, мы еще выдержали. Дай бог, дальше будет так. Но если падение в целом по Европе 5-6%, то у нас это где-то падение порядка 4% вот так вот экономики. Отсюда реальное ухудшение доходов граждан. Это мы все чувствуем, это мы все видим, это мы все понимаем. Мы не слепые, не глухие. К нам же очень много вопросов. У меня здесь поступает в месяц где-то до 10 письменных запросов, а по Москве в месяц 400 где-то у меня было. Порядка 400 запросов. И на все нужно ответить, нужно связаться, разобраться, выяснить. Поэтому Госдума работает, на мой взгляд, очень напряженно. Мы вот за осеннюю сессию приняли 553 федеральных закона, поправок федерального законодательства. По прошлой сессии было 530. Всего, всего, всего мы где-то приняли 2310 федеральных законов за 4 года. И основное, основное, наверное, то, что я считаю важным, тоже не буду все перечислять, это надолго. Самое главное, я подчеркну, это те вопросы, которые касаются борьбы с пандемией. Бюджет на 21-й плановый, 22-й, 20-й, очень непростой, сложнейших. Я таких бюджетов еще не видел в целом. Как он эмоционально обходил, настолько горячо, насколько каждый депутат оставил свои регионы по поддержке своих регионов. О молодежной политике, вот тот закон, который мы наконец-то... У нас практически не было в федеральном законе о молодежной государственной политике. С молодежью мы здесь отработали, и мне очень приятно, что многие поправки наших ребят вошли, вот это в тело федерального закона. По дачной амнистии, по гаражной амнистии, по поддержке опять малого-среднего бизнеса, ряд федеральных законов, поправок таких приняли мощно. В Конституцию поправки принимаем изменения, которые, на мой взгляд, исторические просто изменения, особенно вот в год Великого Юбилея Победы, когда мы прямо в Конституции закрепили, что мы не позволим, значит, умолять память или наших отцов, дедов и прадедов, которые, значит, вот стояли, по сути дела, ведущая роль была нашему советскому солдату в освобождении и государства, и всей Европы. И что сейчас происходит, мы тоже это видим. На международном уровне, по Армении много вопросов принимаем. Ведь, по сути, смотрите, что происходит в Армении, и как поступил президент, когда наши войска встали практически на разломе двух армий, которые бомбили друг друга, уничтожали. Наши войска вошли, встали между ними, и ни одного выстрела. А если бы это произошло? А если бы было бы столкновение? Только все как бы и ждали, что вот это начнется, и мы втянемся в большой конфликт. Это нужно было все просчитать. Это нужно было нам в Государственной Думе, в Совете Федерации все отработать. Это сложнейшие вопросы, которые вот сейчас вот прям просто вот с фибрами души ощущаешь, насколько растет напряжение в целом. Плюс еще, я говорю, вот экономика, вот эта пандемия. То есть вот такие вопросы, которые и принимали, и на подходе такие серьезные очень федеральные законы. Ну вот вы сказали, что был очень сложный бюджет. Расскажите, что вообще такое реальный бюджет? Как он формируется? Потому что вот вопросов всегда у населения много, мы там не финансисты, и не всегда можно понимать, из чего складывается государственная казна. Тем более, что в этом году, знаю, что так как у нас цена на нефть упала, там вообще у нас вроде бы не хватало очень много. Вот расскажите, что это вообще такое, как он формируется? Реальный бюджет, это когда мы применяем, государство берет на себя обязательства по выполнению социальных обязательств, и которые знает, что оно выполнит. Вот у нас слева и справа оппозиционные партии предлагают, давайте мы сделаем это, давайте мы детям войны, давайте мы увеличим пенсии в дурах, давайте мы в два, в три, в четыре раза готовы увеличить. Вот буквально 31 декабря сделать праздничным днем, у нас ЛДПР внесла инициатива, потом Жириновский выступал, говорит, вот мы неделю назад внесли этот документ, у нас не приняли, а сейчас не веров, значит, Единая Россия, вот они там принимают сделать 31 выходной день. Да совершенно в ином дело, мы за то, чтобы 31 декабря, но мы никогда не пойдем на то, что если мы сделаем его праздничным днем, а затем всем жителям России не будут выплачены праздничные в двойном размере. Для этого нужно принять отдельные нормативно-правые акты, сделать изменения, там, трудовой кодекс изменений, чтобы люди получили эти деньги. А заявить просто так, что мы сделаем выходной, ну это проще всего, я могу заявление накидать десятки. Поэтому вот здесь очень важно, очень важно, при принятии бюджета, самое главное, все обязательства государство должно перед народом выполнить, как бы трудно ни было. Поэтому формируется и подушка безопасности, фонд национального состояния, и выделение средств на поддержку экономики, чтобы она у нас просто не захлебнулась, чтобы мы удержались на плаву и давали какой-то рост. Поэтому вот бюджет, он дефицитный, он очень сложный был, но тем не менее, вот я заверяю, что все социальные обязательства, а их более пяти тысяч видов социальной поддержки по Российской Федерации, по округу у нас чуть более 150, по России в целом более пяти тысяч, и все они заложены в бюджет округа. И что, на мой взгляд, очень важно, ряд позиций не вошло в бюджет, и по арктической зоне, и по развитию сельских территорий, подрезано было существенно. Мы договорились с правительством сейчас, что как только будут появляться деньги, а они появятся, мы видим, как цены на нефть пошли вверх, что нас всех радует. Как только будут появляться деньги в бюджете, мы будем их направлять в первоочередном порядке, это на поддержку регионов. Вот то, что у нас произошло в неиском автономном округе, когда у нас более 30% бюджета выпало. Более 30% бюджета. Я знаю, что бездудный Юрий Васильевич ложился спать с мыслью, как накормить детей в школах бесплатное питание, и просыпался с той же мыслью, как это сделать. Где взять деньги? Это же вот большая семья, которую надо накормить, обуть, одеть, чтобы в тепле, в уюте, заплатить всем пенсии, заплатить заработные платы. А где взять деньги? Их нету просто. Кредиты мы не можем на это пойти, у нас есть кредиты, условно говоря. Поэтому то, что федеральный центр нас поддержал, выделил там 1,7 миллиарда рублей, около 2 миллиардов рублей. А в целом по году, в этом году федерация поддержала округ, таких еще не было, по-моему, цифр у нас. Я не буду, чтобы не обмануться и не обмануть жителей округа, но это очень серьезные цифры, начиная со строительства дорог на Усингс и прочее. То есть вот этот бюджет, он сформирован, и причем мы сформировали его с надеждой на перспективу, что при появлении средств мы и село поддержим, и строительство и фапов, и школы, детских садов, и поддержим регионы, поддержим основные направления с точки зрения роста экономики, по авиации и прочее, прочее, билеты, субсидированные билеты. Буквально проблема была, то, что у нас по субсидированным билетам подсократили. Я знаю, что Юрий Васильевич там по кабинетам добивался. Я письма писал, не Радько, этому самому агентству воздушных сообщений, генеральному директору получил, от него ответ, они заверяют, что этот вопрос решим. Но, тем не менее, они тоже видят, считают деньги, их не хватает, обещали нам, что вот эти субсидируемые рейсы, они сохранят, и будем надеяться, что так, хотя все время надо держать на контроле. То есть сложнейший бюджет, очень сложный бюджет, такой напряженный, нехороший, эмоциональный, много вопросов задавалось профильным министрам. У нас в комитете много мы об этом говорили. Но, тем не менее, думаю, что вот, по крайней мере, мы его сверстали, и уверенность есть, что мы этот год выдержим. Вот в самом начале нашей беседы вы сказали, что в рамках региональной недели вы посетили наши магазины. Знаю, что недавно правительство выступило с инициативой о жестком регулировании цен. И вот как вы считаете, надо ли это делать, и не нанесет ли это вред экономике? Значит, делать это нужно. Вот смотрите, что произошло, очень коротко. Мы поддерживали сельское хозяйство. Сельское хозяйство, оно сейчас вышло в рост. Экспорт, по сути дела, сельхозпродукции у нас, я даже не говорю уже импортозамещений, мы это прошли. У нас на экспорт поступает сельхозпродукция. По зерну мы в царское время столько не отправляли. И 25 миллиардов долларов по году у нас от экспорта сельхозпродукции мы махнули уже через оборонку, больше, чем в оборонной отрасли. Мы вкладывали туда солидные деньги, то, о чем я вам сейчас говорил. Но получилось так, что выгоднее стало продавать продукции сельхозников за границу, за рубеж. Там просто выгоднее цены, лучше, чем у нас на внутреннем рынке. Естественно, они сразу сориентировались и стали перенаправлять всю продукцию на зарубеж, получать прибыль. Но, извините меня, мы вкладывали у вас деньги, деньги вкладывали для того, чтобы вы поддержали внутренний рынок, а не за рубеж. Поэтому вот произошло такой резкий скачок цен на ряд основных видов продуктов питания. В целом по Российской Федерации. Почему я сюда, когда прилетел, первым делом пошел по магазинам, пообщался и с народом, и с продавцами. Я посетил пять магазинов, шесть даже, посетил, проговорил. Но все они говорят, что роста как такового не произошло. То есть произошел сезонный рост цен, а в этом году у нас еще не только пандемия, а еще и глобальное потепление. По данным метеонаблюдения, за всю историю метеонаблюдения, у нас это самый теплый год. Отсюда, посмотрите, это сейчас здесь морозы, неделю, вторую держатся, снега нету. А на Западе еще реки только встали. Реки только встают. И у нас малые населенные пункты, они закупили продукты питания, когда были встены, а сейчас можно было бы, мы рассчитывали на то, что обычно зимником подкидываем продукты питания, а движения нету, зимников нету. Неизвестно, когда у нас еще зимник будет на большую землю. Поэтому вот здесь, вот в этой ситуации, вот очень важно, цены, чтобы, ну, сохраните. Они сохранены. Есть сезонные, там, ну, порядка 4%. И, ну, другой вопрос, что люди, вот когда мы общались в магазине, они говорят, что у нас высокие цены на продукты питания. У нас высокие цены. Это действительно имеет место, но тут очевидно, тут у нас транспортная логистика, когда самолетом заводишься, все это дело понятно. Но для того, чтобы сдержать рост цен, не допустить его, для основы для этой никакой, в принципе, нет. Это только возможность заработать, получить дополнительную прибыль. Поэтому мы внесли изменения в закон о торговой деятельности в Российской Федерации. Обязали мы, что на основные продукты питания до 90 дней цены могут регулироваться. В этой связи заключено соглашение между производителями, те, кто реализует торговые сети, соглашение с тем, чтобы сохранить цену вот на том уровне, на котором она была. Кроме того, здесь, в Нинецком автономном округе, организована горячая линия. Люди могут позвонить, говорить, что там подскочили цены или нет. Есть соглашение между нашим подразделением федеральной антимонопольной службы, прокуратурой, с тем, чтобы мы следили за ценами, отслеживали, и вовремя реагировали на это. И работа здесь организована. Работа организована, и дай бог, чтобы вот этого роста не прожило. Сейчас вот зимник откроют, когда пойдут уже новые продукты, питание, как, что, что, очень важно. По крайней мере, по России вот эти цены стабилизируют. Как в свое время, там, ну, буквально два года назад у нас был скачок по бензину. Причем я тоже по заправочным станциям здесь поездил, посмотрел. Очень резкий такой скачок. Тоже не было каких-то причин для того, чтобы он был. Когда мы ввели отдельный механизм, поддержали мы производить, тоже было выгодно нефть продавать, бензин за границу, чем на внутреннем рынке. Если на это не пойдут, не пойдут товары, там, производители, торговля, а на эти вещи, значит, второй момент, он, естественно, вступит в силу, это ведет правительство, экспортные пошлины. И будут пошлины таковы, что на внешний рынок будет невыгодно продавать продукцию, а выгоднее на внутренний рынок. То есть механизмы есть, и я думаю, что они будут задействованы. Сергей Николаевич, не могу, вот, подводя итоги года, да, ушедшего, не могу не задать вопрос по поводу мусорной реформы. Знаете, да, что у нас тут на севере так, ну, все неспокойно было. Вот вы, как депутат, представляющий арктический регион, какие-то, будете ли дальше лоббировать то, что у нас должны быть, какие-то нормы, да, новые введены по утилизации мусора на Крайнем Севере? Мусорная реформа очень непростая. Мы с вами говорили, что в России никогда не занимались мусором. Никогда. Поэтому у нас практически утонул в мусоре Санкт-Петербург, Москва, города-миллионники, да даже что там греха таить, летишь, он не слечил на самолете, смотри, что творится у нас по свалкам и прочее. Никогда не было такой цивилизованной работы в этом плане. Так как это сделано вот Европа, ну, нужно отдать должное. Когда в центре города стоит завод по переработке, причем очень жесточайший контроль по выбросам и прочее, то есть такой проблемой. Сейчас за эту проблему здесь мы помним, все шиес в Архангельске, когда Москва стала сбрасывать этот мусор, его некуда девать практически. Слава богу, сейчас и по Архангельску вроде бы там все успокоилось. Но то, что принято федерально, 89-й федеральный закон, вот по этой помусорной реформе, по отходам, он очень непростой. Особенно для северов. В чем главная, на мой взгляд, проблема, это то, что не учтены, и когда принимали закон, я об этом говорил, и выступал, и на профильном комитете, и на рабочих группах, не учтена специфика севера, крайнего севера специфика не учтена. Хотя вот элементарный это самый пример. Накопление мусора допускается в течение 11 месяцев везде по Российской Федерации. То есть в течение 11 месяцев я должен мусор вывезти с населенных пунктов. Но если я в этом году вывезу по большой воде в июне месяце мусор, то в следующем году я должен это сделать в мае, потом в апреле, а у нас еще реки стоят. Каким образом мы будем вывозить мусор? Задаю этот вопрос профильному министерству, отвечают, вывозите на самосвалах. Начинаешь объяснять, что у нас в тундре нет дорог, не понимают люди. И кроме того, самосвалы тоже определенная категория должна быть. Там нет вездеходов, которые ходят по тундре. И вот это предложение, была поправка от окружного собрания депутата, правда, они сразу замахнулись на три года. Не на 12 месяцев продлить, на один месяц хотя бы, а на три года. Но на три года никто не пойдет. Правительство сразу, экологи, говорят, что три года, чтобы мусор лежал в том или ином населенном пункте, но так не делается. Поэтому сейчас мы снова, я знаю, что и окружное собрание, и письмо готовят, и инициативу законодательную готовят, чтобы мы сделали на 12 месяцев, чтобы мы хотя бы вывозили в один и тот же месяц по большой воде вот этот мусор. Да и вывозить, это же какие, мы же видим, какие это затраты. Это все ложится на наш региональный бюджет, а на бюджет, значит, статья расходов уходит туда, мы поджимаем другие социальные выплаты. Все же это с нами связано. Поэтому здесь вот очень важно посмотреть переработку на местах. У меня, кстати, вот я с Харутой вел приемы, прямо жители Харуты предлагали, мы видели, когда еще с Федором вылетали на месторождение, там балок стоит, и вот у них мусор со всего месторождения, прям огромная, прямо вот сопка такая, гора мусора, они нам показали, загружают с огромной горы, значит, там они ведро шлака выносят. Пожалуйста, все это можно, но это все нужно делать, все это надо просчитывать. Одним словом, мусорная реформа, она идет очень тяжело, она очень затратна, хотя и необходима, но там много вопросов, которые мы постепенно, я очень плотно в этом плане работаю с председателем комитета, экологическим нашим комитетом. Понимание есть, поддержка есть, так что будем в этом правлении не просто работать, а добиваться вот этих решений, решений, которые действительно бы отражали реальную жизнь жителей не только по России, но самое главное нас, северян. Ну, вообще, сегодня вопросам Арктики уделяются колоссальное внимание, ну, развитию именно Арктики, да, и Арктическая повестка, она, мне кажется, уже заполнила наше информационное поле прям очень так достаточно плотно. Знаю, что Юрий Трутнев недавно выступил с инициативой взимать с компаний, которые нанимают иностранных граждан, какой-то дополнительный взнос, да, вот как вы считаете, эта инициатива имеет место быть? То, что Трутнев предлагает, я думаю, это вполне разумно, вполне разумно, потому что мы приняли целый пакет документов для тех инвесторов, которые заходят в Арктику, там очень хорошие льготы налоговые, я думаю, что вполне можно какую-то часть там прибыли, которую они получают, не платя налоги в бюджеты самых различных уровней, поддержать именно вот наших граждан, наших жителей, северян, чтобы мы там работали. Они очень неохотно туда берут наших ребят, почему? Потому что, безусловно, там и льготные проезды, и северные, и много-много чего другого, поэтому им проще взять там с Украины, с Белоруссии, с Казахстана, вахтовым метом завозят. Ну, конечно, это нас не устраивает. А в целом по Арктике действительно вот в этот год принята стратегия развития Арктики, указ президента подписан. Мы ждали, долго и много работали над программой социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Она буквально 2-3 недели у нас появилась. Мы в Госдуме ее очень предметно обсудили, я очень внимательно изучил, много вопросов задавал. По Почте России нам надо вопросы решать, перевозку Почты России, по потребке операции нам нужно решать. Она не может быть сегодня резидентом Арктической зоны, тем резидентом, который приняты очень солидные льготы. Значит, надо вносить изменения, чтобы потребка операции, чтобы мы снабжали наши населенные пункты. Кроме этого, коренные молочистые народы, там один из приоритетов в этой программе написано, это международный обмен среди коренных молочистых народов Севера и отчет общественности, что сделано. Я прямо сказал, что это не самое главное. Это хорошо, это надо делать. Но нам самое главное, это сохранить традиционный образ жизни коренных молочистых народов, чтобы они развивали свою хозяйственную деятельность, чтобы они сохранили свой родной язык, сохранили свою культуру. А потом уже вот этим они гордились, обменивались между собой и на международный уровень выносили. Поэтому договорились, что в начале года, в первом квартале, правительство подготовит отдельную программу по государственной поддержке коренных молочистых народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, это то, что мы раньше бились над программой о Северном Оленевосте и прочее. Она у нас не прошла. А вот эта программа, если мы все это сделаем, тогда будем работать над ее наполнением, чтобы наши коренные народы получили вот такую поддержку. И то, что он сейчас предлагает, на мой взгляд, абсолютно разумно. Мы же здесь в округе тоже сделали, но у нас не в рамках закона, а в рамках соглашения, о том, что наши нефтяные компании, по-моему, 5% должны брать местного населения. Но это соглашение, это не закон, я не думаю, что он реализуется. Может, реализуется, я сейчас не могу вам точно сказать, чтобы не обмануться. Надо посмотреть. Но если это будет закреплено на уровне федерального закона, это было бы здорово. И эту инициативу мы будем только поддерживать. Сергей Николаевич, знаю, что недавно, по-моему, в начале декабря, где-то в середине, состоялся ежегодный форум «Арктика. Настоящее будущее». И вы там выступили с докладом. Почему спрашиваю? Хотела бы узнать, какие предложения вы озвучили вообще, что там обсуждалось, потому что почему-то после этого форума очень много стало появляться каких-то негативных комментариев, что форум этот превратился в говорильню, и ничего по итогам этого форума не уходит в плоскость реальных решений. То есть это как бы поговорили и забыли. Я бы не согласился, что это говорили, ни в коем случае. А вот то, что мы сейчас говорим, стратегия развития арктической зоны, социально-экономической арктической зоны Российской Федерации, целый пакет документов по поддержке институционной наших крупных компаний, которые заходить в округ, создание института по родным языкам, реестр коренных мочистых народов. Я сейчас буду перечислять, у меня по несколько раз пойдут по пальчикам. То, что сделано, это все результат вот этого диалога на этом самом форуме. Я там выступал, каждый год выступаю, по малой авиации я выступаю каждый год, потому что тема мне очень больная. Сам авиатор начинал свою трудовую деятельность с авиацией, и мне она близка, эта тема. И тем более мы все летаем на самолетах Ан-2, которые с 1946 года летают. Я уже сколько раз говорил. Он взлетел там 1 сентября в 8 утра под Свердловском в 1946 году Ан-2. И близко замены ему никакой нет. Поэтому я об этом всегда говорю, что мы делаем умные ракеты, но пора бы уже сделать и самолет малой авиации для жителей. Ведь там все с пакетниками, да с кастрюльками летают. У меня тетя Поля, она всегда с кастрюлей летала. На нем очень удобно, ни пакета, ничего не надо. Крышечку открыла. Но это факт, это так. Мы привыкли, мы летаем, но пора уже и летать. Просто вот когда смотришь в Канаде, там вот эти ДНС-самолеты, ну приятно посмотреть и лететь, и скорость другая, и все. А мы вот на этом все. Хороший самолет, конечно, замечательный. Но сегодня мы же добились, мы выделили там 1,2 миллиарда, полтора года назад на разработку нового самолета вместо Ан-2. И сейчас самолет разрабатывают. Нам обещают, что он в 2022 году встанет на крыло, и мы увидим замену самолету Ан-2, современному самолету. Он тоже, кстати, будет одномоторный. Нам показали, даже не знаю, моноплан, биплан будет, что там, конструкт. Мы даже не знаем, как он выглядит будет. Обещают нам его показать, и этот самолет появится. Но я-то выступал еще по другому поводу. Дело в том, что сейчас вышло постановление правительства, одно постановление, да, четыре постановления правительства и один приказ министерства об ужесточении правил авиационной безопасности, требований к авиационной безопасности. Что они предлагают? Я просто вот на эмоциях, эмоционально опять выступил на этом форуме. Значит, те же наши взять малые площадки, которых в советское время было полторы тысячи, сейчас осталось 440. А вот после вот этого постановления, их останется, дай бог, чтобы сотни осталось, если мы не сохраним вот то, что было хотя бы. Маленькие аэропорты, там взять Чижа, Шойна, наши, все населенные пункты. Мы обязаны установить интроскопы, значит, просвечивать так, как в больших аэропортах. Информация должна мгновенно поступать по интернету, там в органы федеральной службы, еще куда-то. Мы должны создать службу по контролю, обходить должны аэропорт, границу должны сделать по этим. Ну, затраты это десятки миллионов только по Ненецкому автономному округу. Десятки миллионов. Такого нельзя допускать. Мы прямо, я направил письмо, вышел к нашему председателю комитета, я озвучил это на комитете, и мы подготовили письмо на Мишустина, на Мишустина подготовили письмо о том, чтобы эти постановления и приказ как-то бы надо отменить. Если этого не произойдет, мы, я уже с Пивненко переговорил, с Николаем Михайловичем, будем обращаться в Совет Безопасности. Российской Федерации на уровне президента, потому что это вопросы национальной, государственной безопасности. Это мы тоже будем решать. Но то, что приятно, буквально две недели назад у нас поднялся на крыло МС-21, вот этот самолет, такого равного ему, надо еще поискать в мире. У нас встал на крыло ИЛ-114-300, тоже самолет, а это уже там не под 100 человек, а это где-то человек 50, по-моему, он такой, он межрегиональный. Это тоже радует. То есть это говорит о том, что у нас авиационная промышленность встает на ноги, и мы выпускаем уже самолеты, достойные мирового такого уровня. Я завершать вот по этому вопросу, что то, что обсуждается на этом форуме, то, что там говорится, оно, во-первых, оно всегда накапливается. Иногда действительно там вот просто руки опускаются, говоришь, говоришь, говоришь о чем-то, вот по той же мусорной реформе, и действительно выхода не очищают. Вот как по проезду к месту отдыха и обратно пенсионеров, не работающих, там они до границы, сколько мы бились. Я 4 года бился, а Валентина Николаевна Пивненко, они говорят, да Сергей Николаевич, да мы уже 15 лет об этом говорим. Это все накапливается. Это все накапливается, накапливается, и приходит такой момент, что этот вопрос просто лдопается на проблемы. Настолько они накапливаются, идет вот таких вот эмоциональных уже. Вот я все-таки проговорю, потому что у меня, знаешь, что жители слушают, и они мне постоянно задавали этот вопрос, и в третьем чтении, они в окончательном приняли закон вот от компенсации проезда один раз в два года не работающих пенсионеров. Если раньше им не... Это до границы, до границы. Им не оплачивали. Надо было идти в суды, если они отдыхали в Белоруссии, там, Украине, еще где-то. Они шли в суды, и только по суду им оплачивали. 99% они суды выигрывали. Нужно было несколько лет для того, чтобы мы законодательно закрепили, что они теперь могут летать, им будут проезд оплачивать. Мы выше инициативой, я уже говорил здесь на передаче, чтобы мы разрешили проезд бесплатный по территории Белоруссии еще, по всей территории Белоруссии, поскольку там хорошие санатории, недорогие, они пользуются, востребованы у жителей, у россиян. И для того, чтобы житель, северянин мог иметь право выбора, то ли на своем личном автобильном транспорте, или на самолете, или на поезде ехать. Но наши поправки не прошли, правительство сказало, что оно не готово, попросило у нас времени с тем, чтобы просчитать экономику, во что это выливается, хотя даже, вот на первый взгляд, уже очевидно, что если кто-то едет на машине, он же не один едет, он едет с семьей, как минимум два человека уже есть. Два человека – это выгоднее, чем самолетом ему оплачивать проезд вот этот. И уже подсчитан у нас, все это сделано. Но они хотят перепроверить, они хотят убедиться, поэтому вот они взяли такую паузу. И мы вот с началом года будем вносить эти инициативы и добиваться тех поправок, которые мы внесли. Хотела еще вот по поводу пандемии, вы уже сказали в начале интервью о том, что большой вклад, да, внесли у наши медики, потому что это действительно герой этого года. Но вот еще одна такая тема, которая очень обсуждаема в связи с пандемией, это наши дети, которые пошли учиться домой и занимались дистанционно. Для всех родителей это был определенный стресс, потому что, во-первых, никто не отменял там основную, да, работу, потому что мы здесь, так как наш регион достаточно там, обошла, так скажем, да, первая волна стороной, и не было у нас там таких жестких каких-то ограничений по работе, нужно было успевать заниматься с детьми. И на фоне этого, опять же, начались вот эти вот вбросы, как мы их называем, что вроде как собираются вводить дистанционное обучение повсеместно. Родители, естественно, запереживали, да, потому что дистанционное обучение, это, значит, человек, ребенок сидит за компьютером, он не общается, он не проходит этапы социализации. Вот можете развеять этот миф, потому что, ну, где-то вот были эти вбросы про то, что действительно есть такой закон о дистанционном образовании. Есть ли он, и как вы вообще относитесь вот к этой теме? Значит, не сомнений развеял президент, когда отвечал на вопросы жителей России, он четко все это сказал. Значит, закон такой есть, он не о дистанционном образовании, закон образовании, он был внесен в Государственную Думу, потом он был отозван, Володин правильно сказал, я всегда говорил о том, что если законы касаются вот такие резонансные, которые касаются вот действительно таких важнейших проблем политики, жизни государства, которые неоднозначны, которые возникают вопросы, есть недопонимание у жителей, даже какого-нибудь одного региона, Володин всегда выносит этот вопрос на парламентское слушание, оставляет его, откладываем, изучаем, выезжаем в регионы, встречаемся с людьми, в итоге проводим большие парламентские слушания и принимаем какое-то решение. Здесь однозначно, и моя точка зрения, что дистанционное образование какого-то быть не может. Сегодня это сделано в условиях форс-мажора, пандемии, у нас там 2% младших классов учатся дистанционно, чуть меньше 10% учатся у нас старшие классы, студенты ушли на это самое, на дистанционное обучение, но невозможно заменить реального учителя, педагога как дистанционное образование. Есть светилы, есть великие учителя, которых можно слушать действительно большой аудитории. Это нормально, это естественно. Никогда вы не замените лабораторные работы, никогда вы не замените семинаров, которые проходятся в учебных заведениях. Поэтому все это должно быть комплексом, но ни в коем случае дистанционное образование не должно замещать прямой диалог с учителем. Это однозначно, президент об этом сказал. Я думаю, что мы сейчас продолжим обсуждение вот этого федерального закона, этих поправок, тысячи поправок носятся. Я бы сейчас вам назвал, какие вносятся, на удивление всех жителей округа. Не буду говорить. Поэтому будем обсуждать, будем над ними работать. Но вот моя точка зрения, по крайней мере, такова, и буду отстаивать на всех комитетах. Я думаю, что это позиция жителей Нинского автономного округа. Что еще о пандемии? Забыла у вас спросить. Вы вот в прошлый раз, когда приходили к нам в студию, сказали, что собираетесь все-таки поставить прививку от Спутник Ви, которую у нас сейчас вроде как хвалят, да, и за рубежом даже. Успели уже привиться или еще пока только в планах? Значит, я планировал привиться. Вот, причем, для моего возраста лучше вектор. Как президент, кстати, ответил, да, это самое, вектор. Но вот с учетом того, что как пошел спутник и сейчас разрешили спутник и вакцинировать, прививку делать и уже моему возрасту, поэтому я принял решение, что я обязательно сделаю прививку. Я хотел это сделать вот сейчас, перед отлетом, но немножко бронхит тут меня подвел. Вот, там тепло, слякоть, метель, грязь в Москве, как всегда. Погода неприятная такая, это ощущаешь. И как приеду, так сразу планирую прививку сделать в обязательном порядке. Как считаете, нужно ли прививаться жителям округа? Потому что вот недавно, у нас две недели назад, стала доступна эта вакцина для всех. То есть, по сути, мы можем сейчас подать, записаться на прививку, прийти и поставить ее. Но пока, насколько мне известно, ажиотажа такого вот нет. Нету. Я сейчас беседовал с Дмитрием Сергеевичем, главврачом, нашим ажиотажа нет. Значит, я вам скажу, я не по секрету даже, я раньше по секрету вам говорил два месяца назад, да, я посоветовал Сисонищенко, нашим бывшим главным санитарным врачом и с Поповой говорили по этим вакцинам. Опасения, какой у людей есть. Дело в том, что на ближайшую перспективу все нормально, как бы, что потом будет? Год, два, три, четыре. Но сейчас уже показывает практика, если нас критиковали даже из-за рубежа, то, о чем мы с вами, я эмоционально отреагировал на ваш вопрос, сейчас даже наши недруги, даже наши недруги, говорят, а наша-то медицина оказывается самая лучшая, а школа-то наша, вирусология, в Российской, в этой федерации, в России, одна из самых лучших в мире, и сейчас нашу вакцину берут на расхват, и Индия, и Бразилия, и Венгрия, и Арабские Эмираты, и уже пошло на расхват, потому что, если там проблемы, есть осложнения, то по нашей вакцине практически ни одного случая не было, что были, хоть даже где-то как-то там температура поднялась или что-то, вот главврач у нас тоже привился, говорит, абсолютно никаких, на сегодняшних ощущений, ничего, у меня многие коллеги уже привелись, вот так, прививку-то сделали, они даже не почувствовали ничего, поэтому я думаю, что, вот, тогда мне Онищенко говорил месяца три, наверное, назад, что Сергей Николаевич, ну, надо подождать, посмотреть, как это все пойдет, как это чего, сейчас опасений практически никаких нету, наша вакцина в лед расхватывается за рубежа, они просто, даже несмотря на всю пропаганду вот эту их, они начинают понимать, что наша вакцина лучшая в мире. Вот так вот, Алина. Да, еще хотела задать вопрос, хочется прям вот на максимально позитивной ноте закончить интервью, знаю, что сейчас по всей стране проходит такая очень добрая акция «Елка желаний». Вот расскажите, вы успели уже в ней поучаствовать? Успел. И в Москве, и в округе здесь успел, поучаствовал. И знаете, на чем поймал себя на мысли? Там, конечно, такие подарки, это очень серьезно, в Москве особенно. Я когда с елки снял, посмотрел, так это самое, задумывались, когда супруге сказала, она так, у нас, у детей, говорит, нет такого велосипеда, как это самое, ты собираешься там подарить. А с другой стороны, потом, когда подумали, что там семья, там детишки, двое инвалидов, 10-11 лет, и когда я купил вот этот велосипед, не пожалел денег, вот, и когда прислала мама фотографию, вот эти ребятишки стоят у этого велосипеда, какие они счастливые, какие у них глаза, и мама говорит, что спасибо вам большое, Сергей Николаевич, я говорю, вы не обижайтесь, может быть, я не очень вам дорогой купил подарок, вы уже говорю, не обижайтесь, потому что у меня бизнеса нет, заработных плат, и потом подарков много было, вот, а она говорит, да вы что, Сергей Николаевич, это, говорит, я, во-первых, копила бы несколько месяцев на этот велосипед, а потом, говорит, какие дети счастливые, и вы знаете, вот, это приятно, что вот где-то сейчас детишки, вот, инвалид, тем более, и такая малобеспеченная семья, и вот, они вот будут кататься на этом велосипеде, мне приятно было, и поэтому надо участвовать, мне кажется, не надо тут жалеть денег, вот, и супруга у меня тоже так подуспокоилась, вот так вот. Здорово. Сергей Николаевич, вот еще хотелось бы задать вопрос к вам, не как к депутату, а просто вот, чтобы вы нам рассказали, какой лично для вас был этот год, 2020, что бы вы хотели, может быть, пожелать всем нам, да, жителям округа, жителям страны, в преддверии этого праздника, и о чем вы мечтаете? Ну, вы знаете, вот, для меня все-таки этот год, он был, я не скажу, что он не был успешным, он для меня был успешным, на самом деле. Мне многое удалось сделать из того, что жители просили, о чем жители, мне наказы какие давали. Я вот только в этом году почувствовал, что реально можно добиваться на федеральном уровне, решать проблемы какие-то, вот, нелегко, тяжело, на нервах, все, но можно. Вот, вот это меня, вот как бы, очень в этом году воодушевило, в этом году воодушевило. Будущий год, будущий год, ну, дай бы Бог, чтобы вот, все-таки этот уходил бы, вот он, как бы, он же високосный, тяжелейший для всех нас, для государства, вот, а Новый год, чтобы он все-таки был, ну, наверное, светлым, здоровым, самое главное, и успешным для каждого жителя Ненецкоавтономного округа, государства российского, вот, и главное, чтобы мы вот, все-таки берегли, берегли себя, думали, думали о других, меньше мы друг друга бы обзывали, не обращались мы бы по каким-то, даже не знаю, к каким-то там словам, чтобы мы обращались к человеку по-человечески, по имени, по отчеству, уважали друг друга, слушали друг друга, слышали друг друга, были чуткими друг друга, ведь всегда, русский дух, россияне всегда этим отличались. И как бы нам тяжело всем не было, как бы нам тяжело всем не было, а легче, я не думаю, что скоро будет. Как бы на нас не нажимали, как бы нам не мешали нам жить, вместе, вместе мы осилим все. Ведь у нас такая великая история, у нас такие примеры наших отцов, дедов и прадедов, которые выдержали, прошли. А мы сейчас вот чуть-чуть нас это самое, удары держим и будем держать. И по-другому не дано, мне кажется, россиянам. Поэтому вот, я думаю, вместе мы справимся. Спасибо за интервью. Всегда рады вас видеть в нашей студии, поэтому будете приезжать в следующем году, обязательно вас ждем. Я напомню, гостем нашей студии стал депутат Государственной Думы Сергей Николаевич Коткин. Я, Жена, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»